Будете баллотироваться? Господи, я уже до 25-го года не доживу. Господи, не дай бог. Хочется еще пожить. Дети малые, надо посмотреть, как у них будут. Послушайте, я ответил на этот вопрос давно. Если люди меня не поддержат на каких-то выборах, я на них не обижусь. Слушайте, ну я уже поработал приличное количество лет. Я на них не обижусь. Это вы думаете, выдвигаться мне на этих выборах или нет. Если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, спокойное, чтобы вас не продали и не загнали куда-то, суверенитет, независимость государства и прочее, вот эта политика, которая есть, вы сами должны прийти и сказать, слушай, президент, ты еще здоров? Хотя вы меня уже похоронили две недели назад. Я с удивлением прочитал. Правда, бежали 15 километров на лыжи-руллерах. Я говорю, смотрю, меня уже похоронили, пресс-секретар докладывает. Я говорю, ну ничего, скоро возродимся. Вы у меня спросите, ты здоров-здоров? Баллотируйся, пожалуйста, потому что мы хотим, чтобы наши дети ходили по улицам, жены с маленькими детишками, бабушки отдыхали. Да, мы не богаты не потому, что Лукашенко плохой, потому что мы еще плохо иногда работаем, и у нас нет того, что есть в России и других странах. Понимаете, мы свое богатство с мозоля, как у нас в народе говорят, сами своими руками создаем. Так вот, понимая это, вы должны меня просить. Если вы не попросите, я никогда не буду снимать свою кандидатуру, чтобы вы потом меня не упрекнули, что я избежал. Понимаете, я же уже об этом говорил. Поэтому я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Ну, если я буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло. Конец августа, крайний срок. Но мне там уже плохо проводить компанию, все отпускают. Так что, зимой проведем? Подождите, давайте очухаемся от этих выборов. Все в отпусках. Тот, кто хочет проголосовать, тот приедет и проголосует. Или отпуск позже приведет. Я думаю, ну, мне кажется, летом эти выборы пройдут. Тут никуда не денешься. Зимой, ну, глупо будет, если мы после этих выборов сразу назначим очередные выборы. И оппозиция нас начнет долбать. Обычно же после выборов идет спад. Это всегда так. И оппозиция будет не готова к этим выборам. Сказал, что Лукашенко, чтобы, так сказать, нас вывел из строя, и вот проводит эти выборы для себя. Поэтому надо, чтобы спад этот преодолеть где-то, ну, может, к апрелю месяцу. Дальше пойдет подъем у оппозиции. Но только не весеннее обострение. Вы знаете, что это тоже опасно. Вот после весеннего обострения проведем мы, у нас великая дата победы, 75 лет победы в Великой Отечественной войне. У нас День независимости 3 июля. Это будет масштабное мероприятие. Их надо провести. Наверное, ряд еще. Надо посеять все, чтобы было покушать. Если нового президента изберете, чтобы не было, как мне, 3 дня муки оставалось. В Минске нечем было минчан кормить. В стране не было муки, хлеба не было. Чтобы так не было. Вот это мы сделаем по-хозяйски. А потом, период до уборки, я вот так думаю, я об этом, честно, я еще этим не занимался вопросом. Я думал про эти выборы. Вот так вот в каком-то промежутке обозначено.